С внучкой идем у коридорного меха. Она говорит, бабушка, бабушка, ты с вами работаешь. Я говорю, правда. И тут Евгений Николаевич Никулин идет и говорит, давайте я вам девочке на ракету покажу. Мы приходим на кафедру А1 и нам показывают ракету. Она и говорит, а ты в этом тоже понимаешь? Я говорю, нет, внучка, я это не понимаю. Но это кафедра А1. А я сегодня хочу сказать поклон заводу Калинина. Она дважды назвала кафедру А4. Это мы готовы. И уже пример какой-лист специалистов, которые как раз в нашей дискуссии и реализовали, в общем-то, как итог сегодняшнего разговора. И мы должны говорить уже действительно о том, что мы можем предлагать для того, чтобы это было не только в количестве двух человек, которые, как вы сегодня сказали, начальник отдела каждого завода Калинина, ну и некоторые другие упоминали тоже, о том, чтобы их было больше. Но я сторонник того, что сказал господин Укляненко, Руслан Уклянов и Саачи. Это не должны быть массовые специалисты. Конечно, хорошо, когда знают и то, и другое. И придумывать здесь ничего не нужно. Экономика СССР – это 60% ВПТ. Ректор Финека СССР – это 60% ВПТ, поэтому ничего придумывать не нужно, там нет, существует, больше или меньше степени. Другое дело, что никто, к сожалению, не посчитал потребности в таких, я считаю, уникальных специалистах, которые могут быть и руководителями, и аналитиками экономической составляющей, и понимать, что такое инновационный проект, понимать, что такое техническое задание в государственном заказе, читать технический паспорт, поэтому я предлагаю, нашу резолюцию, этот документ, который у нас должен быть, я думаю, согласна с этим, должно быть внесено в проведение мониторинга рынка предприятий высокофинологичных, инновационных, УПК. Можно разделить это по кафедрам присутствующих вузов, и хотя бы по своей отрасли посмотреть потребность действительно вот таких людей, о которых есть потребность, есть застребованность. И я думаю, что их будет не так много, как нам хотелось. Конечно, я не люблю, не рублю, на которой я сижу, безусловно. Мы можем готовить и узкоспециализированные, только экономисты с небольшой инженерной подготовкой, все на автобусах мы это учитываем все равно, и можем готовить технические специальности. У нас всего два предмета у технорея, между прочим, экономические. Общая экономическая теория и специализация, которую мы там делим по факультетам, либо организация производства, либо экономики промышленного предприятия, либо экономика отрасли. Менеджер общий, все имеет, не имеет до конца. То есть это тоже проблема. И правильно говорили, что часов нам столько не дают, сколько мы хотели, чтобы они разбирались за все эти вопросы, которые мы могли бы дать. Но тем не менее, проведенный мониторинг, хотя бы отраслевой, он должен нам показать, где мы можем просить заинтересованные предприятия давать нам средства на подготовку таких специалистов. Не нужно полный целевой набор, я свое мнение высказала. Не нужно полный целевой набор. Пусть он будет целевым, маленьким, небольшим. Но правильно сказали, немножко, немножко грамотных специалистов дайте нам под торговлю в рамках ВТО. Или там немножко этих. Но тогда мы сами финансировать это не сможем. Мы должны это сделать вместе. Готовить просто за деньги уникального специалиста и перебрать с него деньги. Я, как и написано, согласен. Поэтому плохо прозвучал вопрос о том, что готовы дать нам предприятия. Не прозвучало вот так, давайте мы вам будем плодить, плодить, а вы нам готовьте, готовьте. Потому что их в промышленности есть свои проблемы. И проблемы даже в наборе просто инженерных кадров без каких-то уникальных моментов. Тоже есть проблемы. Я хочу, чтобы моя мужчина когда-то захотела строить объекты, например, чтобы к тому времени действительно возрастли были настолько богатыми, что они бы могли быть подготовлены любого специалиста. А мы к этому тоже будем стремиться. На кафедре, которая готовит его, например, сегодня прозвучал, он не единственный пример. Филипп Морис имеет бухгалтерию только из ВМЕХа. Потому что они читают технические паспорта. Электротехническая компания только в ВМЕХ просят и на экономическую, и на финансовую подготовку. КГА, строительное управление, они желают экономику и менеджмент именно искать в ВМЕХа. И такой водоканал любит нас, именно экономисты, потому что они умеют читать проекты. Вот, ну, я не фасплюсь, нет. Я думаю, у всех есть такой опыт и возможности. А вот что касается предложений, я его отнесла. Если можно, его... Спасибо. Спасибо.